Накануне с рабочим визитом губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил Ржев. Глава региона проверил исполнение данных ранней поручений во время визита в город, а также дал новые распоряжения. Об итогах поездки рассказывает наш корреспондент Наталья Чекет. Визит в муниципальное образование начался с возложения цветов кобелиску героям Великой Отечественной войны на Соборной горе. Глава региона осмотрел обновленную аллею героев и обратил внимание на необходимость приведения в порядок расположенного здесь образца противотанковой пушки. После Игорь Руденя посетил местный краеведческий музей, где в этом году был отремонтирован фасад здания. Заменены дверные блоки, сделан косметический ремонт залов. Косметический ремонт, стены, новые витрины были закуплены под обмунтирование снаряжения. Экспозиция посвященная битве, здесь материалы об операциях, ну и, как я уже говорила, здесь отражен новый взгляд на события в районе плацдарма. Осмотрев музей, Игорь Руденя поручил подобрать здание для расширения, увеличить экспозицию и разработать аудиогиды для иностранцев. По мнению директора Центра стратегического и инновационного развития ТВГУ Андрея Белоцерковского, музей — это хранитель воспоминаний, которые необходимо бережно передавать из поколения в поколение. Очень важны для очень многих людей артефакты, то есть то, к чему можно или прикоснуться руками, или увидеть, или это представить себе. И вот сейчас музей, по-моему, он вышел совершенно на другой уровень. То, что было сделано по обновлению, по капитальному ремонту, это все очень благоприятно и правильно. Еще одним местом посещения стала Оржевская ЦРБ и станция скорой медицинской помощи. Губернатор проверил исполнение поручений, данных во время предыдущих поездок в муниципалитет. Так, на станции скорой медицинской помощи готовятся к капитальному ремонту. На работу из областного бюджета выделено более 25 миллионов рублей. Сейчас проект по обновлению помещений и благоустройству прилегающей территории готов и прошел госэкспертизу. Мы предполагаем в этом году начать ремонт, исходя из погодных условий, внутренняя часть, максимально ускорим кровлю. Исходя из того, что погода поможет в этом году, либо с переходящей в следующем, доделать благоустройство территории, подъезды, въезд и, соответственно, фасад жестко-станской помощи. Во время работы будет учтена специфика работы медицинского учреждения, а именно его круглосуточный режим. Для этого разработан совмещенный график работ. Часть здания будут отдавать строителям для проведения ремонта, а другая продолжить функционировать и принимать пациентов. График будет согласовываться с учреждением и таким образом поэтапно будет выполнен ремонт. Планируем работы запараллеливать, то есть одновременно будут работы выполняться и по наружным и внутренним работам, по инженерным сетям. В средней школе номер 2 Ржева обучается 266 учеников. В учреждении глава региона посетил спортивный зал, где шла тренировка школьного баскетбольного клуба «Олимпия» гордости учебного заведения. Спортсмены неоднократно занимали призовые места на различных соревнованиях, включая всероссийские турниры. Школа всегда была сильна своими традициями. Одна из традиций – это действительно традиция спортивная. В 2018 году наша школьная команда «Олимпия» заняла второе место во всероссийских соревнованиях по кэсбаскету. То есть у нас команда баскетболистов. По просьбе юных баскетболистов будет дано поручение о строительстве нового дополнительного спортивного объекта. Решение о строительстве дополнительного спортивного учреждения по просьбам тех, кто занимается баскетболом профессионально. Я думаю, еще по нескольким объектам, сейчас мы только определимся по местоположению, по нескольким спортивным объектам для жителей города Ржева и Ржевского района. Комментируя итоги рабочей поездки, губернатор подчеркнул, что работа со стороны областного правительства будет активизирована для последующего развития территории города Ржева и Ржевского района.